Мы проводим на работе одни и те же лица, надоевший офис, где ничего не меняется годами. Все предсказуемо и скучно. Признайтесь, вы бы хотели работать в таком месте, откуда не хочется уходить домой? Потому что кто-то организовал ваш досуг, тренинг, придумал интересную экскурсию или творческий вечер. Думаете, это утопия? Ничего подобного. Такое место есть. И я вам сейчас его покажу. Маргариту Сечкарь все знают как успешного ресторатора. Но внезапно она решила пойти в обратном направлении и открыла антикафе. Эта идея появилась тогда, когда бизнес-леди однажды захотела поработать вне офиса. Квартира не настраивает человека на рабочий лад. Сама она себе это испытала, когда остаешься дома. Вроде бы поработать, все равно не работаешь. То есть занимаешься домашними делами, дети тут на голове у тебя прыгают. И вот аренда в офисах это как раз вот та опция, которая и родила идею создания вот такого хаба кворкинг-пространства, где сдается не квадратный метр, а сдается рабочее место. Это когда люди приходят и платят только за время. Вот есть Wi-Fi бесплатно, место рабочее бесплатно, уже вот оно включено сюда. Чай, кофе, печеньки тоже входят в эту стоимость. Раз не получилось дома организовать офис, нужно его придумать таким, чтобы каждый чувствовал себя уютно, решила Маргарита и взялась за изучение опыта подобных пространств. Я хотела показать такую модель, как можно в отдельно взятом пространстве построить счастливую такую вот какую-то организацию, в которой люди и работают, и отдыхают, и общаются с друг с другом. И я написала в Фейсбуке объявление, ищу помещение для там своего проекта «Коммунальная квартира». Мне нужен старый дом. И мне пишет одна девушка, Наталья, Маргарита, приходите к нам, я вам покажу помещение. Я говорю, а старый дом? Она говорит, нет, у нас новый бизнес-центр. Ну вы придите, посмотрите. Короче, я зашла, и я увидела здесь этот куворкинг. Ну понятно, что коммунальная квартира, он вообще не вяжется здесь. С моим партнером 50 на 50 мы вложили на двоих порядка 120 тысяч долларов. Ну, в эквиваленте, конечно, в гривневом. И мы буквально за три месяца его сделали. Но создать пространство – это лишь начало пути. Его нужно еще развивать. Маргарита уверена, чтобы пространство жило, оно должно обрастать новыми идеями. А уж их у нее хватит на годы вперед. Посетители части ХАП – это молодые предприниматели, стартаперы, либо фрилансеры. Мы увидели огромное количество дополнительных ниш, которые мы можем развивать. Творчество, мы хотим развивать семейные ценности, делать профориентацию детей, подростков. Дать им возможность попробовать по чуть-чуть каждую профессию, чтобы к концу школы понять, кем он хочет стать. Лодка была спущена на воду. И тут стал вопрос персонала. Ведь это тоже немаловажно для счастливого пространства. Подбор персонала – только счастливые люди. Счастливый человек – это тот человек, который приходит, он улыбается. Это человек, который на проблему не смотрит, как проблема, все это капец, да. А эта проблема, ну, в принципе, это как задача, которую надо решить. И такому человеку Вселенная всегда все дает. Тема любви очень трепетна для нашей героини. Ведь без нее не было бы успешной Маргариты Сичкарь. Счастье – оно в гармонии. И мы стараемся дать гармонию здесь, в пространстве. И во многом это будет благодаря Маргарите. Мой рецепт счастья – это научиться любить. Любить, в первую очередь, себя. Наряжать себя. Вырабатывать в себе здоровые привычки. Любить всех своих близких. По-настоящему. Обнять своего ребенка, поцеловать. Подойти и сказать маме, доброе утро, папе. И постараться в людях видеть только лучшие качества.